Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в Самаре после реконструкции введут в эксплуатацию городские очистные сооружения. Сейчас там продолжают ремонтировать резервуары, куда попадает вода, настраивать новое оборудование и возводить дополнительные сооружения. В преддверии празднования Дня Волги наша съемочная группа побывала на предприятии водоотведения Самары. Михаил Ермоленко расскажет, на каком этапе сейчас находится реконструкция и что нового и современного появилось на территории очистных города. На очистные сооружения Самары круглосуточно попадает больше 600 тысяч кубических метров воды из стоков не только со всего города, но и из населенных пунктов некоторых ближайших районов области. ГОКС запустили в эксплуатацию в 1974 году, и с того времени комплекс глобально в порядок не приводился. В 2014-м в рамках инвестиционной программы здесь заменяли и ремонтировали часть оборудования, но финансирование по федеральной программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» позволило масштабно провести реконструкцию всего комплекса и ввести новые методы очистки источных вод. Обновление планируют закончить в 2023 году. Модернизация городских очистных канализационных сооружений – это один из вкладов в оздоровление самой большой полноводной реки Европы. Объем работы сделан колоссально. Мы в этом году практически получаем новый ГОКС, готовность ГОКСа, чтобы в этом году порядка 60%, а если говорить о фактическом выполнении работ, то это порядка около 80%. Поэтому в ноябре месяце мы сдаем ГОКС полностью Государственной комиссии стройконтроля. Система очистных сооружений устроена непросто, но понять цикл можно. Все начинается с приемной камеры, куда попадают первичные стоки, сливаемые в канализацию города. Здесь в рамках реконструкции установили полностью новое оборудование и решетки тонкой очистки, которые позволяют эффективнее фильтровать воду от мусора на первом этапе. Далее стоки проходят песколовки, которые также модернизируют. Это второй этап – механическая очистка. Она заканчивается на первичных отстойниках. Затем следующий этап – биологическая очистка. Вода попадает в резервуары под названием аэротенки. Они разделены на разные зоны. Здесь жидкость помогает очищать микроорганизмы – гидробионты. Чем выше показатель качества биологической фильтрации, тем выше показатель очистки сточных вод. У нас 34 стабильных вида гидробионтов. На самом деле, конечно, гораздо больше. Там не только гидробионты, там бактерии. Но качество очистки как раз и зависит от количества видового состава. Потому что, знаете, каждый кто-то вегетарианец, кто-то любит мясо. Они гастрономические, тоже гурманы. Вот как раз чем больше видовой состав, тем выше качество очистки. Сооружения биологической очистки сейчас модернизированы на 60%. После этого этапа стоки попадают на вторичные отстойники. Разработка уникальная – плоды трудов отечественных ученых. Резервуары диаметром в 56 метров и глубиной в 5 метров. Здесь вода уже заметно чище. В настоящее время на последнем этапе стоки обеззараживаются жидким хлором. Это химический реагент. Но благодаря нацпроекту на территории очистных уже возвели сооружение ультрафиолетового обеззараживания. Это физический безреагентный метод. Полностью исключает образование хлорорганических соединений. В результате сточная вода после прохождения всех этапов будет соответствовать требованиям мирового уровня. Завершается модернизация здесь. Ни единая молекула хлора не попадет в матушку волн. Это прорыв. Это блестяще. Далее ионы. Ионы аммония. Ионы нитратов. Ионы нитритов. И еще ряд других фосфатов. И еще ряд других ингредиентов. Сбрасывание в Волгу уменьшается с 9 до 12 раз. Реконструкция городских очистных канализационных сооружений стала возможной благодаря средствам нацпроекта и финансированию муниципалитета, региона и инвестора. Самый современный комплекс оборудования станет надежным экологическим барьером между жизнедеятельностью города и Волгой. Михаил Ермольник, Константин Головин. События. Строительство станции метро «Театральная» остается под пристальным вниманием регионального заказчика и администрации Самары. Организацию переустройства инженерных коммуникаций обсуждали на еженедельном совещании в мэрии Самары, которое провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. Запланирован ряд работ в историческом центре в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской. Прежде всего они связаны с предстоящим переустройством водовода диаметром 800 мм, продавливанием трубопровода, строительством камеры, врезкой, закольцовкой и другими сопутствующими работами. Кроме того, в ближайшее время ориентировочно в начале следующей недели планируют приступить к переустройству газопроводных магистральных сетей разного диаметра, среднего и высокого давления, пересекающих тоннели метро. На случай аварии будут трубы с футлярами. Параллельно завершат перекладку кабельных линий на улице Вилоновской. На второй площадке метростроя в районе перекрестка Полевой и Новосадовой в завершающей стадии находятся работы по сооружению стартового котлована. Также в ближайшее время в центральной части города начнутся компенсационные мероприятия в отношении двух объектов культурного наследия регионального значения, которые нужно сохранить. В зоне проходки и строительства станции метротеатральная находится дом на усадьбе Мещан-Аржановых на Галактионовской 107 и дом постройки конца 19 века на Самарской 182. Так как станционный комплекс на Галактионовской находится в стороне от здания, возможно сделать барьер и просто исключить воздействие на дом. А здесь тоннель на Самарской проходит непосредственно под зданием, поэтому тут горизонтальное бурение под углом 9 градусов будет, 31 свая. И воздействие в любом случае какое-то будет. И чтобы скомпенсировать осадки, будет нагнетаться избыточное давление, которое будет как раз заполнять и уплотнять грунт. Данные меры крайне важны, чтобы стабилизировать дома при возникновении ненормативных осадок грунта. Согласно нормативу, они возможны, но не более чем на 5 мм, пояснили специалисты. В департаменте образования состоялось первое заседание комиссии по распределению свободных мест в детских садах Самары на новый учебный год. Оно традиционно проходит в автоматическом формате. Сколько детей получили места и что теперь необходимо сделать родителям, расскажем в сюжете. Подать заявление в МФЦ или в электронном формате и дождаться автоматического распределения. У Дины Ягурановой трое сыновей. Старший ходит в школу, средний в садик, а младшего родителя собираются отдать в ясли. Чтобы увидеть, как проходит процедура распределения детей, Дина вошла в состав комиссии, как представитель родительской общественности. И приняла участие в первом заседании по распределению свободных мест в детских садах Самары на новый учебный год. Конечно, это очень важно родителям понимать, как проходит комплектование и для чего это вообще нужно. И сейчас мы понимаем, что все автоматизировано, что все чисто, аккуратно, правильно, как положено. Наверное, так и должно быть. Во время процедуры распределения учитываются несколько факторов. Дата регистрации в электронном реестре, наличие у родителей права на внеочередное и первоочередное предоставление места, возраст ребенка и специализация группы, на которую дети претендуют. Родители пишут, в какой сад они хотят, они выбирают из списка корпус или само образовательное учреждение из списка. Бывает, что одно учреждение в разных корпусах находится, то есть по адресу определяют место и выбирают приоритетным до пяти. То есть пять возможностей есть и будет распределение, соответственно, начиная с первого, с основного, приоритетного детского сада. Вот система сейчас этим и занимается. По итогам автоматизированного распределения места в дошкольных учреждениях получили 10 750 детей, причем 5094 ребенка из них – это малыши в возрасте до трех лет. Теперь родителям необходимо в течение 10 рабочих дней принять решение остаться в предложенном детском саду, и тогда необходимо прийти туда и написать письменное согласие, либо отказаться и написать заявление в МФЦ, чтобы ребенок смог остаться в базе и участвовал в дальнейших автоматических распределениях. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Для комфорта и удобства жителей в Самаре продолжают обновлять пространство в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». На Новосадовой 283 строительные работы в активной фазе предполагается, что в начале лета самарцам станут доступны новые детская и спортивные площадки. За охотом работ следил наш корреспондент Сергей Кизоркин. Пенсионерка Тамара Кочеткова приводит в порядок полисадник. Теперь он должен выглядеть лучше и соответствовать обновленной локации. Еще в апреле эта территория была неухоженной, со старыми скамейками, качелями и турниками. После их демонтажа и установки новых конструкций люди надеются попасть в комфортный современный двор. Пускай делают все в облак детей, озеленили, ну чтобы красиво было, уютно. Благоустройство стало возможным благодаря участию в федеральной программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Собрали собрание, решили, что да, мы будем участвовать в комфортной городской среде. Сделали этот проект, пошли, и нас утвердили, архитекты сказали, что проект очень хороший. У нас будет парковка для жителей, которые хотели видеть эту парковку, она для них будет. Хотели, значит, волейбол для них будет, хотели теннис для них тоже будет. И вот, то есть, все жители свои пожелания вложили в этот проект. По проекту двор поделен на три функциональные части. Детская и спортивная площадки соседствуют с зоной отдыха со скамеечками и урнами. Не забыли и про уголок для сушки белья. Двор в итоге преобразится комплексно. Отремонтируют дорогу и сделают парковочные места. Модным украшением локации станет почти трехметровая ель. Подрядчик гарантирует качественное выполнение всех работ. Лично я уже больше 20 лет этой темой занимаюсь. Сегодня только отметили, елочка будет третья за последние два года. То есть, это сейчас очень популярная такая тема, что во дворах уж если сделают, то хотят обязательно иметь зону, где можно там новогодние праздники проводить и так далее. Проверил ход и качество выполнения работ глава Октябрьского района. Сергей Радько отметил, что сделана уже половина запланированных работ. Подрядчик работает с опережением графика. В очертаниях уже программа заметна. Осталось ее наполнить антитравматическое покрытие, установить детские игровые зоны, спортивные, турники для воркаута. И в принципе проект будет закончен. Были аварийные деревья здесь, которые пришлось убрать. Поэтому, скажем, такие живые проекты все не предусмотришь в них. И поэтому приходится выезжать и встречаться с людьми. И видоизменять несколько этих проектов под те условия, которые возникают в ходе строительства. В Октябрьском районе приводят в порядок еще два двора по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». По адресам – Революционная подшипниковая и Новосадовая 22. Кроме того, преобразятся три двора по губернаторскому проекту «Содействие». А еще 12 стали победителями в конкурсе «Твой конструктор двора». Какой будет Самара, в том числе дворы и скверы, решают сами жители. Каждый может сделать шаг навстречу благоустроенной среде вокруг себя и поучаствовать в оформлении родного города. Голосование проходит на платформе 63.городсреда.ру. В нем участвуют 20 общественных пространств Самары. Чтобы отдать свой голос, достаточно пройти авторизацию через госуслуги. Голосование продлится до 31 мая. Не оставайтесь в стороне. Проект, который войдет в число победителей, благоустроят уже в следующем году. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. В Самаре началась серия информационно-правовых семинаров «Мой дом» для председателей МКД, ТСЖ, ЖСК и неравнодушных граждан. Встреча проходит по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Горожан знакомят с системой ГИС ЖКХ и отвечают на вопросы по управлению домами. В Самарском региональном отделении партии «Единая Россия» собрались активисты МКД, старшие по домам, представители управляющих компаний. Для активных граждан партия организует информационно-правовые семинары в рамках проекта «Мой дом». В 2021 году его инициировал Дмитрий Азаров. Его задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении многоквартирным домом. Полезная информация собрана на электронной платформе ГИС ЖКХ. Вот порой ко мне много поступает обращений. Скажите, пожалуйста, какая управляющая компания нас обслуживает? А когда у нас по фонду капитального ремонта будет ремонт крыши? То есть это уже информация вся находится там. Со времени старта проекта «Мой дом» правовая грамотность жителей региона стала повышаться. Мы действительно научились вместе с вами работать и взаимодействовать, именно общаться, а не штрафовать и принимать меры административного воздействия. Выездные семинары в рамках партийного проекта «Мой дом» будут проводиться каждую неделю по четвергам. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События. В Самаре определили лучшего водителя трамвая. За звание мастера соревновались 9 профессионалов из трех депо городского, северного и кировского. Какие испытания пришлось пройти конкурсантам и какие награды им вручили, расскажет наш корреспондент. Водитель трамвая второго класса Екатерина Платонова в конкурсе на звание лучшего по профессии участвует впервые, хотя мастерства ей не занимать. 14 лет возит пассажиров по городским маршрутам. Чтобы победить в этом соревновании ей и ее конкурентам нужно пройти пять испытаний. Три теоретических – знания правил дорожного движения, приемка вагоновой работы и культура обслуживания. Плюс два практических – скоростное и вежливое движение. Здесь тестомером выступает кружка с водой. Расплескал – значит проиграл. Екатерина Платонова свою работу любит, мечтала о ней с детства. Я часто ездила на трамваях, когда была маленькая. Мне очень нравилось, что он ездит по рельсам, стук колес. Очень хотела научиться водить трамвай. Чтобы попасть в финал городского конкурса, водители прошли отбор в своих депо. В Самаре их три – городское, северное и кировское. Призеры их получились в результате девять, уже боролись за первое место. На старт выходили как ветераны, так и новички в профессии. Ильдар Галемулин рассказывает, научиться водить трамвай легко. Полгода теории, затем практика, обучение на учебном вагоне, стажировка на пассажирском вагоне. И после сдачи всех экземенов допускается на линию в качестве водителя трамвая. Кайф в том, что работа всегда в движении, а не на одном этом же месте. Все время ездим по городу, разнообразие. Ну и перевозим пассажиров, самое главное. Попасть на соревнования лучше по профессии не так-то просто. Место на старте еще надо заслужить. Любой желающий может и есть, может написать заявление, подать, но есть специальная комиссия, которая оценивает работу водителя в течение года. Понятно, что она должна быть там безаварийной, не должно быть штрафов. Конкурс «Лучший водитель трамвая» проводится ежегодно. Конкурсные испытания берут из ежедневной работы. Никаких уникальных заданий нет, поэтому мастера своего дела в дальнейшем становятся наставниками. Более молодым водителям что-то рассказать, где-то подсказать какие-то практики, научить, обучить, в общем, все свои знания и навыки дальше транслировать на всех остальных работников. Мероприятие важное и нужное. У нас есть задача и поднять престиж водителя, и заодно немножечко порекламировать и призвать, что у нас есть такое предприятие, как трамвайно-троллейбусное управление. И мы всегда готовы принимать новых сотрудников. Призовой фонд конкурса «Лучший водитель трамвая» в Самаре составил более 30 тысяч рублей. Кроме денежного вознаграждения, по традиции, вручат кубки и медали. Достойны они все абсолютно успехи, потому что они все готовились, и это на самом деле самые лучшие здесь собрались сегодня. Но победит все равно сильнейший. Также на конкурсе дирекции ТТУ было озвучено, что 12 новых трамваев, которые придут в Самару уже этим летом, будут работать в том депо, водитель которого продемонстрирует лучший результат. По итогам конкурса первое место завоевала Розия Добровольская, городское трамвайное депо. Второе место у Владимира Николаева, северное трамвайное депо. Третье место присудили Эльдару Гуллимулину, северное трамвайное депо. Чемпион ТТУ поедет защищать честь 63-го региона на всероссийские соревнования, где определится лучший водитель трамвая страны. Самарские водители на всероссийском конкурсе профессионального мастерства часто поднимаются на пьедестал почета. Конкурс среди вагоновожатых проводится один раз в два года. Победитель или призер по возвращении в Самару от ТТУ получит ценный приз. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. В преддверии дня Волги активисты, а также сотрудники предприятий города вышли на экологическую акцию. Убирали акваторию реки Татьянки, одного из притоков Волги. Ее здоровье зависит от чистоты окружающих малых рек. Активистам в уборке помогали представители Департамента городского хозяйства и экологии. Наша съемочная группа увидела, как это было. Чем чище малые реки, тем здоровее Волга и приятнее отдых в ее акватории. Опытные активисты это хорошо понимают. Особенно те, кто и сам проводит в таких местах уикенд вместе с семьей. Уборка притоков самой крупной полноводной реки стала доброй ежегодной традицией для многих сотрудников предприятий Куйбышевского района и других частей Самары, а также медиагрупп, средства массовой информации. В этом году благоустройство территории начали с берега Татьянки. Заводчане с удовольствием откликаются на предложение поучаствовать в подобных мероприятиях, побыть на природе, помочь, ну так скажем, поразмяться и убрать территорию. Это полезно и приятно. Основная задача активистов – убрать мусор, сухие ветки, очистить водную гладь и противоположный берег реки. Порой волонтеры находят на территории акватории совсем неожиданные вещи – старую мебель, шины автомобилей и многое другое. Облагораживать зону отдыха на всей протяженности берега помогают представители Департамента городского хозяйства и экологии, обеспечивают инвентарем и сами выходят на уборку. В целом в акции приняли участие более ста человек. Мы не просто как бы сейчас этим действием, да, делаем какую-то определенную территорию чище. Также мы подаем пример для остальных и пробуждаем их действиям, к размышлениям, где формируется гражданская позиция, да, к отношению к окружающей среде. В дальнейшем будем в этом направлении работать. Вместе сделаем чище наш любимый край. После уборки весь скопившийся мусор вывозят на полигоны. Эту миссию также берет на себя профильный городской департамент. Экологическую акцию по уборке акватории и малых рек проводят в преддверии Дня Волги. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В Самарской городской думе подвели итоги добровольческой экологической акции пожирателя незаконной рекламы. В течение месяца учащиеся школ, колледжи, студенты вузов и волонтеры общественных организаций очищали фасады зданий и световые опоры от объявлений. Активистов наградили благодарственными письмами и призами. Подробности в сюжете. Они полны сил и желания сделать город чище. В городской думе подвели итоги добровольческой экологической акции пожиратели незаконной рекламы, проходившие по инициативе общественного молодежного парламента. Акция проводится с 2011 года. В этом году помимо учеников школ в ней приняли участие студенты вузов и волонтеры. Вопрос экологической безопасности, он очень важен. И это сохранение и примножение природных богатств, которые у нас есть. Когда у тебя этот вратный навык с самого детства, то ты уже по-другому жить не сможешь. Среди награжденных, которым вручили благодарственные письма и подарки, Ирина Сырина. Девочка принимает активное участие в волонтерской деятельности. Мне стало очень приятно смотреть на антураж города, на здания, фасады. Они стали очень чистыми, как будто город стал смотреться новыми яркими красками. В этом году в акции пожиратели незаконной рекламы приняли участие 3682 добровольца из 105 учебных заведений. Виктория Шарая, Сергей Баскин. События. Самара готовится к традиционной акции «Ночь музеев». В этом году она пройдет в субботу 20 мая. Для горожан и гостей города организаторы приготовили много интересных локаций и активностей. Подробнее в сюжете Галины Топилиной. История и истории. Такую тему выбрали организаторы акции «Ночь музеев» в этом году. Самарцев ждут различные мастер-классы, шоу, кинопоказы и другие варианты творческих и зрелищных активностей. Мероприятия рассчитаны как на взрослую, так и на детскую аудиторию. Подготовлена достаточно большая обширная программа не только на музейных площадках, но и на всех культурных локациях города, в том числе и на уличных площадках. Основная программа у нас начинается, конечно же, вечером, но тем не менее мы также рассчитываем на семейную аудиторию, на детскую аудиторию. Отдельные локации, где планируется проведение детских мероприятий, начинают работать уже с 11 часов в субботу. Сориентироваться во всех подготовленных мероприятиях, определить что-то интересное для себя и разработать оптимальный маршрут самарцам помогут волонтеры информационного центра акций, который сегодня открылся на пересечении Ленинградской и Куйбышева. Все по-разному интересно, чуть-чуть этого, чуть того. Надеюсь, что хватит сил обойти все места, которые здесь указаны. Думаю, будет весело и интересно. Информационный центр будет работать завтра с 12 до 23 часов. Здесь можно будет взять карту программы мероприятия, посмотреть брошюры отдельных выставок и узнать расписание бесплатного автобуса, который пустят по экскурсионным точкам. Алла Лисицына принимает участие в акции уже не впервые. Много впечатлений о прошлогодней ночи музеев. В этом году Алла Викторовна уже внимательно изучила программку и определилась, какие локации хотелось бы посмотреть. В оперном театре в 20 часов будет концерт, потом в Струковском саду, потом в Кирхе и в Саморе. В общем, это все очень интересно и спасибо, что наша администрация проводит такие мероприятия. Спасибо, что автобусы бесплатно и возят. Женщинам, изменившим историю, посвящена в этом году выставка в детской картинной галерее. Свои двери для посетителей она откроет с 15.00 и будет работать до полуночи. До 7 вечера музей устраивает детские активности, а в вечернее время уже для более взрослой публики планируют концерт и мастер-класс по историческим салонным танцам. Всего в саду будет работать 5 площадок творческих, гончарное дело, то есть дети смогут погончарить, посидеть, смогут поразрисовывать разные сувениры, смогут нарисовать Самару. У нас будет арт-акция, рисуем Самару вместе, то есть у нас будет такой большой графический город и мы будем его разрисовывать вместе с детьми. Будет площадка со старинными детскими играми, а вечерняя программа, которая будет с 20.00 до 23.00, это будет музыкальная, музыкально-танцевальная. У нас будет два концерта. Организаторы отмечают, что на некоторые экскурсии требуется предварительная запись, о чем указано в путеводителе. В программе возможны изменения. Актуальная информация размещена на официальных ресурсах участников акции. Интерактивная акция «Ночи музеев» доступна на официальном сайте администрации Самары. Галина Топилина, Петр Паломеев, События. На этом выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, берегите себя, хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин